Видите, у сосен уже ограждений нет. Все, они вырастут до того состояния, когда их защищать не надо. Они сами стоят хорошо. Чтобы эти сосны стояли хорошо, Геннадий в свое время приложил максимум усилий. Рассказывает, лет 15 назад не смог мириться с бардаком, который был по соседству с домом. Убрал бурелом, выкосил траву и посадил первые сосенки, а затем и елочки. Годами поливал, ухаживал, оберегал от рук людей. Ведь посадить это полдела, поэтому к тем, кто вдруг проявляет такое желание, относится настороженно. Приходили молодые люди, спрашивали, когда я этим уже решительно занимался, они приходили. Ой, мы хотим дерево посадить. Ну, видно, ребенка родили, дом построили. Вот пришли, мы хотим дерево посадить. Вы хотите посадить? А вы готовы поливать его, приходить? Вы готовы защитить его, огородить? Тишина. И они плавно растворились. Деревья Геннадия в большей степени прижились. А он сам, даже переехав, продолжает благоустраивать Мезюлинскую рощу. К слову, ни одно дерево, высаженное Долгополовым, при ее реконструкции не пострадало. Честно говоря, вот я ему удивляюсь. Это вот самый удивительный на моей истории человек, который вот 12 лет высаживает вот здесь вот деревья. Находятся люди, которые это ломают, а он упорно продолжает это все равно высаживать. Конечно, когда за Мезюлинскую взялись, деревья начали высаживать масштабно. В общей сложности посадили 205. Но, как и говорил Геннадий Долгополов, без ухода нет результата. Какие-то они прижились по той или иной причине. Их сейчас надо на следующий уже год выявлять, такие деревья, и должны пересадка. Хотелось бы оперативнее это все происходило, но это поможет только при условии, что это все-таки дадут на баланс и будет уже тот орган, с которым можно что-то будет спросить. Речь об администрации индустриального района. Общественники надеются, что тогда и люди, которые уже не впервые обесточивают половину парка, а он частично погружается во тьму, перестанут делать это безнаказанно. Да уже замерзло. Придется сначала вот так подолбить. А глубоко надо? Ну надо глубоко. Надо, чтобы удалить все корни отсюда. Наш герой, несмотря на погоду, сегодня снова в роще. Говорит, самое время высаживать дубы. Теперь именно этими деревьями украшает Мизюлинскую. Высадил уже целую аллею. Какие у вас мечты, что касается ближайшие годы. Что вы хотите, чтобы что-то тут изменилось или пусть будет так, как и есть? Вы что-то мечтаете еще посадить здесь, как-то украсить? Уже места мало осталось, где можно что-то посадить. Куда-то в другое место будете перебираться? Нет. Здесь еще столько, зачем надо приследить за елочками, поухаживать надо, вырастить их. Сколько деревьев, благодаря Геннадию, выросли в роще, уже и не сосчитать. Да он и не пытается. Хочет только, чтобы люди были добрее и не губили хвойные и лиственные, не ломали скамейки, а исключительно наслаждались природой и благоустройством рощи в любое время года. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком.